Здравствуйте! Это программа «Новости Дагестана». Меня зовут Фатима Пталибова. И вначале коротко о главном. Это довольно-таки серьёзная травма. Обе кости голени. У второй пациентки перелом пяточной кости и топчика. Там скелетная травма. У одной пациентки перелом кости и голени. У другой пациентки перелом пяточной кости и перелом топчика. Предварительная операция проведена. Дальше тоже предстоит эффективно вмещать в себе одну и вторую. На данном этапе вся помощь оказана. Оборвался трос. В одном из торговых центров Махачкалы лифт упал с высоты второго этажа. Есть пострадавшие. Тот гуманитарный груз, который собрали сегодня в Махачкалинце, присоединяясь к той акции, которая у нас проходит по всей стране, в поддержку за наших, за тех ребят, которые сегодня воюют, передайте им славу, поддержке, благодарности. Каждый житель Донецка, каждый житель Луганска для нас родной, близкий. И мы сопереживаем той ситуации, которая у них есть. Еще один гуманитарный груз. Жителям Донецкой и Луганской народных республик решили помочь им махачкалинцы. Надеюсь, помощь махачкалинцев несет свой вклад в поддержку жителей Донецкой и Луганской республики. И мы еще раз будем проводить такие сборы, обязательно это передайте. И в случае необходимости, если будет на самом деле, будет такое предпринятое решение, что в рамках этой специальной военной операции вынуждены перецеленцы примут такое решение о перемещении своего места расположения, то махачкала с распростертыми обятиями примет их и готова принять. Здесь в машине более 20 тонн груза. От продуктов до предметов первой необходимости и даже постельное белье. И как мы с вами наблюдали, за эти две недели неравнодушные махачкалинцы от предпринимателей до медицинского сообщества отозвались все. Осторожно, опасно для жизни. Почему туристам не стоит посещать пещеру в Табасаранском районе, расскажут наши корреспонденты. Золото Тюмени. Первенство России под дзюдо среди молодежи выиграл дагестанец Ибрагим Гаджи Сулейманов. По факту обрушения лифта с пассажирами в торговом центре в Махачкале возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, руководство центра оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей. Напомним, инцидент произошел сегодня днем на улице Магомедагирова. В торговом центре Рим лифт, в котором находились люди, сорвался с высоты второго этажа из-за обрыва троса. Твоих пострадавших госпитализировали в Республиканский ортопедо-травматический центр. Пятилетний ребенок травм не получил и после осмотра медиков был отпущен домой. Это довольно-таки серьезные травмы. Обе кости голени. У второй пациентки перелом пяточной кости и копчика. Там скелетная травма. У одной пациентки перелом костей голени, у другой пациентки, значит, у второй перелом пяточной кости и перелом копчика. Предварительная операция проведена. Дальше тоже предстоит оперативный вмещатель себе одной и второй. На данном этапе вся помощь оказана. Почти 600 тонн овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана не допустили к ввозу в Дагестан. Продукция была обнаружена в пункте пропуска на государственной границе Яра-Казмоля. Об этом в своем отчете за прошлый месяц сообщает Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. В марте текущего года фитосанитарный контроль не прошли томаты, картофель, баклажаны, зелень, капуста, яблоки, киви, апельсины и бахчевые. Более полусотни товарных партий из Азербайджана и Ирана оказались заражены карантинными вредителями, томатной молею и цветочным трипсом. За нарушения владельцы грузов привлечены к административной ответственности. Товар будет возвращен в страны-экспортеры. 20 тонн гуманитарного груза из Махачкалы в Крым, а затем в Донбасс. Две недели назад в столице Дагестана был создан пункт сбора гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Салман Дадаев поручил начальнику городского управления гражданской обороны ИЧС Рабадану Магомедову, который будет сопровождать груз до местного назначения, передать наилучшие пожелания жителям Донбасса от жителей Махачкалы. Тот гуманитарный груз, который собрали сегодня махачкалинцы, присоединяясь к той акции, которая у нас проходит по всей стране, в поддержку за наших, за тех ребят, которые сегодня воюют, передайте им слава, поддержки, благодарности. Каждый житель Донецка, каждый житель Луганска для нас родной, близкий, и мы сопереживаем той ситуации, которая у них есть. Надеюсь, помощь махачкалинцев несет свой вклад в поддержку жителей Донецкой и Луганской республики. И мы еще раз будем проводить такие сборы, обязательно это передайте. И в случае необходимости, если будет на самом деле такое предпринятое решение, что в рамках этой специальной военной операции вынужденные переселенцы примут такое решение о перемещении своего месторасположения, то Махачкала с распростертыми объятиями примет их и готова принять наших родных, практически для нас земляков, россиян. Здесь в машине более 20 тонн груза, от продуктов до предметов первой необходимости и даже постельное белье. И как мы с вами наблюдали, за эти две недели неравнодушные махачкалинцы от предпринимателей до медицинского сообщества отозвались все. И вот наши коллеги все для транспортировки упаковали так, чтобы все доехало в целости и сохранности. Ко вчерашнему дню, когда машина уже практически была вся заполнена и продуктами, и продовольствием, организация поселка Ленингкент под названием «Патриоты Ленингкента» организовались и привезли целую газель продовольствия, которую мы доукомплектовали нашу небольшую машину. В Кайкинском районе объявлен месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий сельских поселений с 4 по 30 апреля. Во всех населенных пунктах, учреждениях, организациях района были проведены работы по очистке дорог, улиц, скверов, проездов, также ремонту и благоустройству территории вокруг памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Отряды юнормейцев, педагоги и учащийся школ, работники детских садов и сельских администраций посадили более полутора тысяч деревьев ясени и дуба. Творить добрые дела всегда важно и никогда не поздно. Строительная компания «Монолит-05» периодически устраивает благотворительные акции для социально уязвимых слоев населения. В этот священный месяц Рамадан они также решили не остаться в стороне и подготовили продуктовые корзины для нуждающихся, которые будут розданы через благотворительный фонд «Инса». Все подробности у Василь Манаповой. Не оскудеет рука дающего посредством садока. А в месяц Рамадан милостыня является одним из лучших дианей. Руководитель строительной компании «Монолит-05» подготовил коробки с продуктами первой необходимости для малоимущих семей Махачкалы. В этих коробках продукты питания, такие как сахар, крупы, масло, сладости. В общем, все, что необходимо для того, чтобы приготовить для себя ифтар, для своей семьи. Ну, нужно учитывать, что у нас одна коробка для одной семьи. Акция «Одна коробка для одной семьи». Для того, чтобы продуктовые наборы попали в руки действительно нуждающихся людей, директор строительной компании обратилась за помощью благотворительный фонд «Инсан», чтобы они предоставили ей список людей, которые находятся за чертой бедности. В течение всего месяца Рамадан семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, получат от «Монолит-05» коробки с продуктами. Патимат Лобазанов стала одной из первых, кто получил такой набор. По словам женщины, это огромная помощь в это нелегкое время. Ой, ну, конечно, большое спасибо. Это большая помощь. И тем более в такой месяц это неоправданно. Ну, настолько сильно помогает всем, которые несчастны, нуждаются. И вот в данный момент сейчас с продуктами тяжело что-то приготовить такой месяц. И тем более с работы сейчас проблемы. Вы же знаете, какое сейчас это время. Поэтому большое спасибо вам. Мы действительно очень благодарны вам. И у меня дочка, спасибо, сладости там даже поставили. Рамадан – месяц, который наполнен огромным духовным богатством и наградой. Месяц возможностей, которые мы не должны упустить. Ведь известно, что добрые дела, независимо от того, большие они или малые, священный Рамадан приумножается многократно. Асель Малапова, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Доступ ограничить. Дагнаследие направило в адрес администрации Табасаранского района письмо о необходимости обеспечить безопасность граждан и не допустить в пещеру Дюрк туристов. В данный момент агентство по охране объектов культурного наследия изучает возможности восстановления культурного объекта, пострадавшего в результате обвала горных пород. Карим Данив расскажет об этом в деталях. Пещера Дюрк расположена в селении Хустиль Табасаранского района. Она является памятником природы федерального значения. Точного времени образования пещеры никто не знает, однако она авиано мифами и легендами. Так, например, у местного населения бытует мнение, что некогда здесь хранился меч легендарного арабского полководца. Сегодня же объект находится в плачевном состоянии. 14 марта в пещере произошло массивное обрушение. Исправить еще ничего не поздно. Обвалы здесь случались и раньше. С последствиями предыдущих обрушений справлялись собственными силами. Но на этот раз, как говорят представители администрации района, вопрос будет решаться основательно, с привлечением профессионалов и спецтехники. Сразу мы проинформировали Агентство культурного наследия Республики Дагестан. На прошлой неделе приехал руководитель данного агентства Махач Мусаев сам лично для того, чтобы посмотреть на месте состояния данного объекта. Визуально осмотрев, на этой неделе мы ожидаем приезда уже узких специалистов, которые должны дать оценку, как его привести в порядок. Так как я и говорил, что объект федерального значения, муниципалитет не имеет права туда вкладывать ни рубля, ни копейки. Объект находится не у нас на балансе, поэтому мы и пригласили их. По итогам экспертов, которые приедут, по итогам экспертной оценки, будут приняты меры для приведения в порядок, если это возможно в целях безопасности или же для пока консервации до лучших времен, как говорится. Дюрк является популярным маршрутом многих турфирм региона, поэтому восстановительные работы нужно проводить оперативно. Туристический сезон на носу, а приглашать гостей республики в опасную для жизни пещеру совсем не гоже. Карим Данив, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Табасаранский район. Санжи сняли шесть очков из-за долгов перед футболистами. Решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС. Причиной санкций стало то, что клуб не выплатил задолженность по зарплате галкиперу Георгии Лорио и защитнику Дмитрию Белорукову, которые выступали за команду в 2018 году. Теперь махачкалинцы должны погасить долги в течение 30 дней. В случае повторного нарушения команде будут применены еще более суровые санкции. После этого решения Анжи опустился сразу же на несколько строчек в турнирной таблице ПФЛ «Зона Юг» и расположился на седьмой позиции. Дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов выиграл золотую медаль первенства России. Турнир среди молодежи до 23 лет проходил в Тюмени. На татами Центра олимпийской подготовки вышли около 600 дзюдоистов из 57 регионов страны. Воспитанник махачкалинской спортшколы имени Ахметова стал первым в категории до 90 килограммов. В финале он одолел представителя Ставропольского края Ихвана Эдилсултанова. Судьба встречи решилась за 20 секунд до конца, когда Сулейманов поймал соперника на контратаке. Серебряным призером в весе до 100 килограммов стал еще один махачкалинец Саид Садрудинов. Также вторыми в своих категориях стали Курбан Кудеев и Гаджи Мурат Амаров. Их медали пойдут в зачет Иркутской области. А на этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok